А теперь от коммунальных проблем к извечным спорам вокруг русского языка. Одного из самых богатых и сложных на планете. Он складывался веками. Удивительная способность нашего языка — заимствование и быстрая переработка иностранных слов без ущерба для себя. Он обладает удивительной гибкостью и разнообразием словообразования. На этой неделе председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поручила Комитету Совета Федерации по науке, образованию и культуре изучить ситуацию с необоснованным использованием большого количества иностранных слов в русском языке и рассмотреть возможные пути законодательного решения этого вопроса. Она подчеркнула, что необходимо сохранить язык Пушкина, прекратить все эти нововеяния, которые абсолютно неуместны. Ее слова комментирует сенатор, член Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре, представитель от исполнительного органа государственной власти Тверской области Людмила Скаковская. «Во дни сомнений, в одни тягостных раздумий о судьбах моей Родины, ты один мне поддержкой опора, о великий, могучий, правдивый и свободный русский язык». Это слова писателя Тургенева. «Невозможно не признать силу, благозвучность и многогранность русского языка. Он не просто средство выражения культуры, а истинное достояние нации, и его будущее зависит от нас. Язык – изменяющаяся и динамическая система. Именно поэтому по всем вопросам, связанным с языком, очень важен диалог. Комитет по науке, образованию и культуре Совета Федерации уже планирует проведение круглого стола для обсуждения вопросов, касающихся сохранения русского языка. «В ходе дискуссии мы обсудим, какие изменения неизбежны, а где необходимо проявить твердость в сохранении выражений на родном языке», сказала Людмила Скаковская. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова